Кто сказал, что игрушки в школу приносить нельзя? В гимназию можно. Причём куклы принесла даже не ученица, а заместитель директора по учебно-воспитательной работе Елена Паникоровская. В школьном музее организована выставка её творческих работ. 2023 год – это год педагога и наставника. Президентом у нас учредён этот год. И мы решили в гимназии организовывать выставки наших педагогов. Потому что дети должны знать педагога не только с точки зрения как учителя, предметника, который передаёт знания, но и должны знать о том, чем увлекается педагог. Потому что воспитание невозможно только на одном уроке, через передачу знаний. Оно ещё важно, когда педагог рассказывает о себе как личности, то есть чем он увлекается, чем он заинтересован. И поэтому у нас возникла идея организовывать выставки педагогов, творческие выставки. Маленькой Лене было пять, когда она открыла домашнюю фабрику по пошиву одежды для любимых кукол. Повзрослев, стала шить для себя. А четыре года назад взялась за пошив самих кукол. Говорит, здесь используются самые разные виды рукоделия. Не только шитьё, но и вязание и макраме. Она ими играет безумно, и с ними ничего не делается. Перепутанные, словно бы выгоревшие волосы, загар, тонкая рубашонка. Её куклы и сами как дети – такие же воздушные, солнечные, лёгкие. И как дети рождаются со своим характером, на который мастерица не может повлиять. Кто-то ловкий, гибкий и улыбчивый, кто-то неповоротливый или серьёзный. Текстиль предоставляет много возможностей не только рукодельнице, но и самой кукле. Кукла полностью текстильна, то есть в ней нет никакого каркаса, никакого металлических, ничего. То есть она стоит за счёт того, что очень плотно набивается тело. Набиваем ли синтепоном, ли синтепухом, то есть специальной набивкой. Трикотаж для тела специальный, есть телесный трикотаж. Одежды вся стараемся шить из натуральных тканей. И всё это, понятно, приобретается чаще всего через интернет. Обувь стараемся делать из натуральной кожи, потому что удобнее, потому что маленькая обувь, и натуральная кожа тянется. Тоже все кусочки, кто знает, не приносит. Все бусинки, бисеринки, всякие какие-то заколочки тоже, кто знает, не приносит. То есть помогают собирать материалы коллеги, друзья. Её куклы становились талисманами и любимыми игрушками, памятными подарками и приятными диковинками. Но прежде всего они имеют значение именно для самой мастерицы. Это отдушина, это удовольствие, это может быть возвращение в детство. Мне нравится получать удовольствие, нравится что-то узнавать новое, осваивать новую технику изготовления. Куклам и в детстве Елена Паникоровская относилась с трепетом. Это сейчас у большинства современных детей игрушек хоть отбавляй, и одна легко сменяет другую. Раньше каждая была настоящей ценностью. Любимую большую прекрасную куклу, которая умела шагать, у маленькой Лены однажды украли. Другая любимица появилась гораздо позже. Когда мне было 11 лет, мы ездили с мамой на море. Мама мне купила германскую куклу полностью, вся мягкая, резиновая она была. Мы его назвали Алёшка, ему уже 39 лет. То есть он живёт с нами, это член семьи. То есть эта кукла, в общем, мы, я говорю, я её никому не отдам. Кто бы меня ни просил, это моя кукла, которой очень много лет. Эта кукла как ребёнок такая, вот она и по форме, и по образу такой, как ребёнок. И все знают, говорю, ну, Алексей, ты 39-й год у тебя исполняется. Кукольная выставка вызвала неподдельный интерес у гимназистов. Причём не только среди девчонок. Мальчишки с энтузиазмом брали в руки, и они спрашивали, а можно ли заказать, а можно ли мальчишку сделать, а можно ли на подарок. Говорю, да пожалуйста. То есть этой сложности никакой нет. Даже мальчишки, мне кажется, но они, мальчишки заинтересовались мелкими деталями. То есть тоже вот эти же ботиночки, эти же ручки, пальчики. То есть как вот это всё сделать чисто технически? Ну, технари. Современно известный педагог Дмитрий Зицер советует взрослым не искать увлечения для детей, а найти их прежде всего для себя. Ничто так не распаляет человека, как чужая страсть, говорит он. Если значимые взрослые увлечённо готовят или танцуют или мастерят, ребёнок примет это как часть своей культуры. А ещё именно так появляются темы для разговоров. И тогда на простой вопрос «Как дела в школе?» в ответ мы получим не безликая «Нормально», а такой же рассказ, какой дети привыкли слышать от нас.